Привет, друзья! Это новый выпуск Шоу Бук Лайф. Меня зовут Екатерина Бахтова и мы начинаем. Брошенные тексты, автобиографические записки. В Московском доме книги прошла презентация книги российского актера театра и кино Игоря Верника. Верник многие годы служит в МХТ имени Чехова. В театре на спектаклях с участием Верника всегда аншлаги. Начал писать эту книгу. Я сразу ее назвал брошенные тексты. В брошенных текстах актер бросил вызов сам себе, на что осмелится далеко не каждый. В книгу вошли стихи, а также записи из дневников разных лет. Это тексты, которые открывают читателя порой неожиданного Игоря Верника. Талантливый продюсер и музыкант, а также востребованный ведущий, герой сегодняшнего нашего выпуска. Будем авторами этого вечера. Я приселся с авторами этого вечера. Как долго вы работали над книгой? В какой-то момент, три года назад, мне предложили написать книгу. И вообще мне на протяжении какого-то времени поступали такие предложения. Я все считал, да, 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 надо это сделать. И как-то откладывал, откладывал, откладывал. Вот это последнее предложение я наконец сказал «да». Мне казалось, что все уже собрано. У меня есть стихи, которые я писал в разные периоды своей жизни. Какие-то заметки, какие-то дневниковые записи. И когда я сел все это собирать, и как-то все это, знаешь, стало собираться в какую-то конфигурацию, я стал перерабатывать какие-то вещи, я закопался. Я понял, что, знаешь, то, что мне казалось уже сделанным, все стало трещать по швам. И я начал переписывать какие-то вещи, стали появляться какие-то новые тексты. А поскольку я часто писал просто в отрывках газет на каких-то вырванных страницах, и все это терялось, пропадало, исчезало, то вдруг я стал это все находить, находить, находить. И так собралась книга. И когда уже год назад она была готова, я понял, что все это никуда не годится. И опять решил все это, значит, заново переписать. И если бы меня не останавливали, если бы меня не скручивали за спиной руки и говорили, все, остановись, я бы так ее и переписывал. Так что какая-то дистанция прожита. Но и вот, наконец-то, она здесь. А были ли истории, в публикации которых вы сомневались? Да, были истории, которые не просто вызывали во мне сомнения, а вообще я считал, нужно ли их опубликовывать. То есть сначала, ну, например, я веду дневники, да, и веду разговор только с собой. Это касается только меня, моего личного пространства. Но когда я решил, часть моих дневников могут стать частью этой книги. Но когда я понял, что это становится достоянием всех, то я стал просеивать это все-таки через такое, знаешь, внутреннее сито. Нужно ли, чтобы об этом знали многие или даже хоть кто-то. Поэтому некоторые истории, даже многие истории отсюда ушли. Это не значит, что она такая причесанная книга. Нет, тут разное есть. Много разного. Но, может быть, даже здесь есть вещи, которые, может быть, тоже надо было бы оставить в закромах памяти. Но уж, как говорится, как есть. А что читаете сами? Или у вас нет времени и по работе только сценарий читаете? Ну, сценарий читать, это моя, ты правильно говоришь, работа. И, кроме того, знаешь, например, когда работаешь над какой-то ролью... Я недавно играл, например, в Московском художественном театре, играл роль Владимира Ильича Ленина. И, конечно, я очень много, ну, например, для этой роли читал какие-то исторические материалы, связанные лично с ним, с его выступлением, с его манерой говорить, с его какими-то бытовыми вещами. И очень важно было понять, что это за человек такой, потому что мне важно было присвоить себе его какие-то характеристики. Это что касается работы. Да, или только что я сыграл Тригорина, например, в Чеховской Чайке тоже. Конечно, я перелопатил кучу разного материала, читал и воспоминания Чехова, и Станиславского, как он работал, и Немировича, и Современников, и разных других людей, связанных с Чеховым. Как появился этот герой, что это за герой. Это то, что касается моего профессионального отбора и работы. А что касается личного времени, то, конечно, я очень люблю книгу. В общем, мне нравится держать в руках книгу. Мне нравится запах книги, этот свежий запах. Или, наоборот, запах времени, который тоже хранит в себе книга. Но вот так остаться наедине с книгой, знаешь, как остается наедине с женщиной, и насладиться ею совершенно, целиком, отдаться друг другу, я имею в виду с книгой, на это не всегда хватает времени. Времени столько, сколько мне бы хотелось. Но, конечно, я выцепляю это время. И сейчас я, например, научился и очень много слушаю книги в электронном виде. То есть это, конечно, прекрасная возможность все время впитывать литературу даже в режиме жесточайшего дефицита времени. Ну, а так на отдых я всегда беру с собой книгу. У меня, знаешь, по дому везде разбросаны книги, которые я начинаю читать, откладываю. И это вот это пространство, в котором я живу. А на этом наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Екатерина Бахтова. Не прощаюсь. Скоро увидимся.